Всем привет! Вы на канале Бестиарий и с вами, как всегда, Яков. Сегодня мы с вами попробуем ответить на довольно популярный вопрос. Чем же отличается тарантул от птицееда? Корень проблемы лежит в разнице русскоязычных и англоязычных названий. В английском языке есть слово tarantula, которым и именуется bird-eater spiders, то есть непосредственно пауки-птицееды. В русском же языке тарантулами называют крупных пауков семейства ликозиды, то есть так называемых пауков-волков, которые птицеедам не родственны и даже относятся к другому инфраотряду ранее аморфных пауков. Птицееды относятся к мигаломорфным паукам. Коротко расскажу об истории происхождения слова tarantula и почему русскоязычный сегмент исторически чуть-чуть более прав, называя тарантулами пауков-волков. Животное, изначально носившее название tarantula, это ранее аморфный паук ликоза tarantula. Он и ныне обитает на юге Европы. Название паука происходит от итальянского города Taranto, где, начиная с 15 века, в течение 200 лет единственным средством лечения tarantismo, то есть своеобразного безумия, вызываемого, как ранее считали, укусом tarantula, не путать с tarantino, считался танец tarantella. В английский язык слово tarantula успешно перекочевало и преобразовалось в tarantula. Вот только вышло так, что назвали им совсем других оуков. Есть несколько простых критериев, по которым даже человек неопытный отличит пиццееда от tarantula. Многие считают, что главным критерием является размер пауков, и вопрос, а кто из них больше? Один из самых популярных вопросов заводчикам. Однако это совсем не тот критерий, которым следует пользоваться при определении. Все дело в том, что, хоть и в среднем тецееды гораздо массивнее tarantula, встречается и большое количество некрупных видов, вроде представителей родов давус, гополопус, диателе и других, которыми какие-нибудь наши южно-русские tarantula могли бы завтракать, если бы встречались в природе. Или, возможно, увиденный паук может быть крупным видом, но еще совсем молодой и не достигший взрослых размеров особью. Итак, самым важным отличительным признаком являются глаза. И это тот признак, для выявления которого вам даже не придется притрагиваться к пауку. А это, я думаю, для многих важно. Тарантулы имеют очень характерные глазища. Обратите внимание, как они расположены. Три ряда довольно крупных глаз. Два на верхнем ряду, два больших на среднем и еще четыре на самом нижнем. Всего восемь. Глаза эти хорошо развиты и необходимы паукам-волкам для зрительного обнаружения добычи. Ловчих сетей тарантулы не строят и предпочитают встречать добычу у входа в свою нору или чаще всего догонять, завидев издалека. А теперь взгляните на глазенки птицееда. При контрастном окрасе бывает сразу и не разглядишь. Да, у птицееда также восемь глаз, однако террафазидом глаза преимущественно для ощущения света и тени. У древесных видов заметно увеличение глаз. Вероятно, эти глаза усложнены и нужны птицеедам для ориентирования на деревьях. Ведь частенько древесные птицееды неплохо прыгают с ветки на ветку. Однако базовая функция это светочувствительность. Главным способом ориентирования птицееда все же являются сенсиллы. Это чувствительные волоски, которыми усеян паук. Волоски помогают птицеедам осизать окружающие объекты и чувствовать запахи. И как раз из-за своей вторичности глаза довольно малы и просты. Расположены как бы кучкой на голову груди. Вторым важным признаком являются хелицеры. С острющими клыками, которые моментально рождают в голове обывателя вопрос, а если укусит? Если вам удалось перевернуть птицееда, вы заметите, что клыки сложены как бы параллельно друг к другу. Но взгляните на клыки представителя ликозит. Заметили разницу? Тарантулы, как и все ранеоморфные пауки, имеют направленные друг к другу клыки. В этом и весь секрет. Вот только трогать паука голой рукой с целью повертеть все же не самая лучшая идея. Лучше рассматривать паука снизу, усадив его, например, на стекло. Так и пауку будет спокойнее и вам. Видите? Все просто. Это были главные критерии, глядя на которые ошибиться будет трудно. Но я подумал и выделил еще парочку косвенных критериев, которые могут помочь вам в определении. Но запомните, что основными критериями они не являются. Если паук при контакте с вами или с предметом пытается совершать странное движение, чешет брюшко и с него слетают волоски, убирайте подальше глаза и нос и обретайте уверенность в том, что перед вами птицеед наземного типа, обитающий в новом свете. Ведь защитные жгучие волоски это их характерная черта. У тарандулов такого механизма нет. Однако признак не самый надежный, ведь древесные и норные птицееды защитных волосков не имеют. Также спорным, но возможно полезным критерием будет форма ног паука. У ликозит ноги часто резко сужены от основания к коготкам. Да и в целом ножки довольно грацильные. У террафазит ноги массивнее, менее интенсивно сужаются и заканчиваются более широкими скопулами, то есть волосяными подушечками на последних сегментах ног. Но помните, что в правилах бывают исключения и не стоит смотреть на конечности в первую очередь, ведь главные признаки это хелицеры и глаза. На сегодня это все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на группу вконтакте, на инстаграм, на яндекс дзен, подписывайтесь на все. Рассказывайте о видео друзьям и любите животных, дальше будет больше. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok